Сергей Меликов сегодня посетил Духовный Центр Пророка Иса Мириму. Глава региона вместе с муфтием Республики шейхом Ахмадом Афанди принял участие в обсуждении проблемных вопросов, встречающихся при строительстве значимого культового объекта. Продолжение темы сюжет Хамзан Румагамедова. Это второй визит Сергея Меликова в Духовно-Просветительский Центр имени Пророка Иса Мириму. На месте его встретил муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Глава республики осмотрел строящиеся объекты и более подробно ознакомился с планами по благоустройству территории. Попросили вас с нами здесь встретиться для того, чтобы обсудить. Мы тут взяли некоторые документы. Мне очень хочется, чтобы мы ощущали на строительстве этой мечети не только поддержку населения, не только инициативу муфтията, но и чтобы было понимание, что власть тоже заинтересована в завершении строительства, в том, чтобы эта мечеть уже людям была подарена, и они могли вот этим таким большим, я бы даже сказал, не только мечетью, а комплексом пользоваться. Глава Дагестана сообщил муфтию, что республиканская власть поможет с возведением кровли народной мечети, в том числе с привлечением вне бюджетных средств. Расписаны все этапы. Мы сегодня говорим о том, что, на мой взгляд, очень важно нам подойти сегодня к кровли. Потому что если мы сделаем кровлю, мы закроем так называемый тепловой контур, и уже тогда можем внутрь заходить с какими-то вот такими работами. Поэтому у нас вот здесь представлены материалы и расходы по этим всем работам. И мы хотели бы все эти шесть этапов обсудить с вами или отдать вот этот план вашим специалистам, для того, чтобы мы могли как бы утвердиться и дальше шли. И, значит, всего стоимость вот этих работ, вот этих шести этапов, она, значит, представляет стоимость больше 300 миллионов рублей, 311. И мы с Султаном Бибулатовичем как бы в этом отношении беремся привлечь небюджетные средства для того, чтобы эту сумму взять на себя. Мы можем сказать, только мы благодарим вас. И от Всевышнего, чтобы он вас вознаградил, приумножил средства. И дальше, чтобы мы могли работать, развивать Тагестан. Это же мечеть на весь Тагестан, можно сказать. Все люди гордятся этим. Народная мечеть называется. Поэтому очень хорошо. То есть мы с Султаном Бибулатовичем в этом отношении тоже как бы щепетильно достаточно к этому отношении. Вот эти средства, которые небюджетные, мы сюда планируем вложить, да, они тоже идут от людей. Это пожелание многих меценатов, тех, которые тоже заинтересованы в скорейшем пуске эксплуатации, опять же, для народа. То есть народ складывает сюда, а сейчас как бы есть обратная такая история, чтобы уже народ вот что-то получил обратно. Общая площадь Духовного центра составляет 35 гектаров. Основным объектом является мечеть площадью 30 тысяч квадратных метров и высотой 17 метров. В ней смогут одновременно совершать намаз 23 тысячи человек. Помимо мечети здесь планируется асфальтирование автомобильно-дорожных развязок и строительство других соцобъектов, в том числе инклюзивная школа. Для детей с ОВЗ с инклюзивным образованием. Ещё одна примечательность Духовного центра – аллея Героев Медиков, раскинутая от центра до самого берега моря. Её протяжённость составляет 1300 метров. Всё это в ходе презентации было представлено в административном здании. У нас есть задача, что до 10 миллионов в год туристов Дагестан может и оно будет такой существенной долей вот в этом потоке. На данный момент мы знаем, что оно приближается к 2 миллионам, а цифра 10 миллионов мы можем, например, на практике соседнего государства, которые достигли уже цифры 9 миллионов. Поэтому, я думаю, у нас такая... Это Грузия. У них в пике достигало 9 миллионов. Для этого, конечно, нам ещё много чего надо сделать, но уже у нас такой, можно сказать, в два раза уже рост есть. И таким образом строительство таких объектов, оно, конечно, не способствует. Как сообщалось ранее, завершение строительства Духовного центра запланировано на 2025 год. Она признана стать визитной карточкой Дагестана и местом притяжения не только местных жителей, но и туристов со всего мира. Хамзну Магмедов, Магимед Магмедов, Мурат Бикбардов, телеканал ННТ, Махачкала.